Сегодня в России есть две большие беды. Коронавирус и Путин, который хочет править вечно. Источником власти по Конституции является народ, рассуждает Юрий Алексеев. Значит, народ и решает, кого наделять властью. Отшельник придумал проект «Я увольняю Путина» и запустил его 16 марта, когда Конституционный суд одобрил поправки к основному закону страны. Возле своего жилища Алексеев повесил огромный баннер «Путин, уходи насовсем». На сегодня Конституция уже изменена, всё. Путин прекрасно понимает, что слово «легитимность» и слово «легальность» – это два разных слова. Потому что «легальность» – это соответствие процедуре, а процедура выполнена. Что такое легитимность? Легитимность – это признание справедливости распоряжения властью. То есть, когда мы признаем, что нашей властью, нашими решениями распоряжаются справедливо, то тот, кто распоряжается, он легитимен. А если мы понимаем, что нас обманули, то он нелегитимен. Но афера, как называет Конституционную реформу Алексеев, отложена на фоне пандемии. Сам он, по сути, самоизолировался ещё 10 лет назад, когда впервые установил палатку у Ярославского шоссе во Владимирской области. Рассказывает, что раньше жил и работал в Москве программистом, а затем юристом. Участвовал в протестном движении за честные выборы в 2012 году. После снова вернулся во Владимирскую область, обустрелил землянку. Теперь проявление его активной гражданской позиции – это инсталляции у шоссе и агитация. Его жилище – местная достопримечательность. В гости часто заходили проезжавшие мимо или наткнувшиеся на видеоблог Алексеева «Хоббит-отшельник» в Ютьюбе. Навещала его и съёмочная группа «Радио Свобода» в 2017 году, после того, как у жилища Алексеева полицейские уничтожили инсталляцию Навальной в поддержку тогдашней попытки оппозиционера выдвинуться в президенты. По мнению отшельника, отказ в регистрации Навального – это страх перед любой альтернативой на выборах. Проблема Путина, в моём представлении, это проблема давняя. То есть для меня проблема Путина 20 лет. И я прилагаю усилия, чтобы это на самом деле довольно быстро изменилось. Потому что я хочу себе, окружающим и нашей стране другого будущего, в котором имя Путина только, условно говоря, в уголовных хрониках употребляется. Активист уверен, что с ним солидарны многие россияне. Рассказывает, что вдохновился примером якутского шамана Александра Габышева, собиравшегося провести в Москве обряд изгнания Путина. Панику в кабинетах вызывают не танцы с бубном на Красной площади, а их одобрение обществом, считает Алексеев. Среди материалов о гид-пакетах, календарь и список, как говорит отшельник, преступлений Путина. От отмены губернаторских выборов в 2004 году до начала конституционного переворота с послания Федеральному собранию в январе. Там же информация о проекте «Умное голосование». Алексеев активно его поддерживает, как способ консолидации граждан. Он раздал уже 5000 таких пакетов. Коронавирус не особо сказался на его жизни. Разве что активист прекратил буккроссинг, обмен книгами. И теперь крайне осторожен при общении с гостями. Их стало меньше. Говорит, что живет скромно. Траты на интернет выше, чем на еду. А гид-пакеты на пожертвования. Их он собирает во время ежедневных стримов в Ютьюбе. Новая дата всенародного голосования по поправкам к Конституции пока не назначена. По апрельским опросам социологов Левада-центра, 47% готовых прийти на голосование собираются поддержать реформу. Почти треть против. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова